Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжим изучать программу ZBrush. Надеюсь, хорошо слышно, видно. Сейчас в нашей группе ВКонтакте я выслал файл. Это часть материала, который мы будем изучать. Он будет поделен на два направления. Это реконструкция одежды, работа с лицом человека. Мы взяли сюжет, посвященный Елизавете Федоровне, скульптура. На ней отрабатываем наши опыты. Пошла пара была не записана, но я надеюсь, сегодня я поставил на запись и все будет хорошо. Вторая часть посвящена демонстрации экрана. Еще я не включил, но я уже готов вам ее подключить. Давайте проверим, как все видно, как слышно, уважаемые студенты. Слышно, видно? Да, и видно, и слышно. Все, хорошо. Значит, файл, пожалуйста, скачивайте со своего экрана. Вот я ZBrush файл скачиваю. Я его приготовлюсь открыть. Значит, вот у меня все связанное со скульптурами. Сюда положу в эту рабочую папочку. Значит, папка загрузки. И заранее открою. Так, но это не очень удачася моделька. А вот здесь я собачий стол Елизавета. Так, вот она, ее лицо. И дальше мы с вами уже продолжим работать над реконструкцией тела, тела, одежды. Вот я напомню то, что было в прошлый раз, поскольку было многих из вас не было. Мы добавим тело, в общем, сохраним их голову и добавим наше тело из библиотеки самой компьютерной программы. Вот у нас она есть в папке Tools. Но об этом я расскажу попозже. Смотрите, нам потребуется еще вторая часть материала, которой мы с вами коснемся. Это в нашей группе по спецкурсу находится материал, посвященный памятнику. Это стелла, как говорится, графа Фельдмаршала Чернышева. Это фаворит императрицы Екатерины II, генерал Фельдмаршал. Это его нынешнее состояние, этой стеллы. Это у нас храм, Казанский собор, Казанская церковь, усадьба графа Чернышева в городе Ярополец. Кто-то из вас бывал в тех краях? Нет. Ну вот. В общем, усадьба достаточно интересная. Перед нами как раз материалы. То есть, я сейчас показываю черно-белую фотографию. Первоначальный облик стеллы заказывался в Италии. То есть, это такая вот, скажем так, ручная работа, выполненная на заказ для состоятельного человека. Здесь, в общем, в исторических документах есть описание текста. Что за стелла? Где ее в Италии заказывали? Кто автор ее? Какие скульптуры? Потому что сейчас мы видим просто скульптуру Триумф и Скорбь. Есть именования. То есть, вот эти скульптуры, они были не уникальны. То есть, в итальянских скульптурах, вообще европейских, были, скажем так, уже готовые, сделанные скульптуры. Просто вот как вот, например, скульптура Аполлона Белеведерского. Или у нас, в общем, там скульптура Зевса. То есть, вот такие вот уже, скажем так, как пресс-форма. То есть, они одинаковые скульптуры были по своей сути. То есть, и поэтому их заказывали в этих мастерских, они отливались, вот, или изготавливались из материалов и доставлялись в Россию. Вот, в общем, вот эти скульптуры, они есть в прорисовках. По идее, ну, в общем, вот мы с вами посмотрим эти материалы и попробуем их использовать в программе ZBrush. Будем отталкиваться от чертежа. Я также покажу, как его сюда добавить. Вот, есть, ну, в общем, мы добавим ее с вами и дальше будем простраивать вот эти элементы. В общем, вот такое вот задание. Ссылочку я отправлю вам сейчас в нашей группе ВКонтакте, чтобы вы могли посмотреть. Пишу часть вторая материала. Да. Все, ссылочку получили. И я готов понемногу приступать к работе. Давайте сделаем опрос. Все ли скачали файлик Елиза? Получилось у вас его открыть, самое главное? Да, получилось. Хорошо. Если у вас на экране, вы когда смотрите, изображение не в полный рост, вы можете экран нажать, вот, актуал, ну, это растянуть картинку полностью и отдалиться с помощью контрола и настроить себе вашу, так говорится, скульптуру по необходимому размеру. Ну, клавиша таба отключает интерфейс. Вот я его почти весь отключил. Клавиша таб подсказывает. Так, что нам потребуется? Тело человека находится во вкладке, в данном случае девушки, tools, да, и здесь есть Julie. Вот, вот я сейчас ее открыл, и у меня голова временно исчезла. Надо совместить нам тело человека и голову девушки. Поэтому, в общем, мы вот эту модель, для того, чтобы это все получилось корректно, давайте с вами попробуем ее сохранить. Сохранить модель. Я сейчас возьму, нажму на клавишу, save as, да, и сохраню в папочку Julie. Так, ну, даже можно это сделать, ладно, давайте save as. Так, и заново открою последний файл. Так, open файл. Можно, почему я не делаю клавишу import? Вот здесь есть возможность import, точнее не import, а вот insert. Так, вставить, это вставить. А import у нас возможность подгрузить нашу модель. Формат. Так, смотрим. Go, Z. И вот они, те форматы, которые мы можем подгрузить. То есть, моя идея в том, чтобы совместить две модели в одной и сохранить наши фотографии. То есть, у нас ведь была там уже расположенная фотография. Так, сейчас мы открываем. Так, он говорит, сохранить модель. Ну, давайте я сохраню и напишу. Так, ну, давайте. Просто вкладочку model, да. Все, сохранил. Должна подгрузиться. У меня опять моделька. И я нажимаю вкладочку import и хочу попробовать выбрать те файлы, которые мне нужны. Если не ошибаюсь, я ее сохранил в какой формат? Go, Z, L или Z... Ну-ка. Да, ZPR и... Где тут у нас вкладочка? Да, ZPR. Это ZBrush формат. Импортирует он только файл меши, goz, obj и прочее. Так, нам небольшой, чуть-чуть еще придется по времени задержаться, чтобы этот файл нам с вами подгрузить. Хорошо? Так, сейчас мы с вами подгрузим. Значит, я это сделаю следующим образом. Так, значит, придется мне вот эту модельку сделать save-export и сохранить ее. Так, export. Так, сохраним в формат goz. Так, и нажмем вкладочку model. Все. Я совмещу эти модели, а вам тогда вышли уже файл, который совместил. Хорошо? Мы время терять не будем. Так. Раз. Все, есть. И импортируем. Так, вот она вкладочка появилась в модель. Если все нормально... Ой, обратите ваше внимание, когда вы сделали импорт, произошла вот такая вот ситуация. Прическа превратилась в человека. Что я сделал неправильно? Обратите внимание, у меня выделены составные части модели. Видите? И он может импортировать вместо какого-то слоя. Да? То есть, если мы хотим, чтобы он импортировал вместо слоя, то нужно добавить... Давайте вставим какую-то типовую модельку. Ну, такой вот. И вместо нее сейчас импорт. Все. Пожалуйста. У нас получилось только разрешение очень... Вы видите. Разрешение очень... Придется нашу модельку уменьшить. Так. Так. Хорошо. Ну-ка. Что это у нас? Опять сейчас немного... Сейчас open file запутался. Актуал. Инсерт. Вставить. Объект. Ну, вот я его немножко уменьшу. Ну и предположим, вниз отправлю. Да? Вот он у меня вставленный. И вместо него импорт. Так. Да, тут просто важно правильно отмасштабировать. Ну да, на это время тратится значительно быстро. Так. Так. Ну, здесь буквально некоторое время. Мне нужно еще... Самое главное, это потом сохранить масштаб. Так. Ну, голова есть. Ну, а голову можно потом будет прикрутить. То есть я сейчас эту голову ликвидирую. Но зато у нас сохранилась та глава, которую мы делали. И здесь уже... По идее, здесь используется инструмент. Отрезается ненужная поверхность. Вот. И уже дальше производится дальнейшая работа. Так. Ну, я просто посмотрю, как у меня работает инструмент текстура. Включу. Проверю, накладываются ли картинки. Reference. Back. Да, они сместились. Они сместились у меня. Надо будет их заново выстроить. Ну, я думаю, мы это сделаем. StoreView. Вот. Так. StoreView. Проверю. Вид спереди. Вид справа. Да. Так. Тело. Тело выключил. Сейчас. Лист. 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 Сейчас. Минутку. Есть инструмент, который позволяет скрывать. Ctrl-Shift-Alt. Помните, мы с вами его проходили в самом начале. Я выделил слой и скрыл. Вот так. Так. Уже на вот этом этапе я сейчас готов вам передать нашу модельку. Сейчас я модель move. Все. Я готов модель передать. И здесь несколько слоев. Лицо человека, его прическа, тело, украшения. Так. Сейчас. И лишний ненужный слой я сейчас удалю. Все. Так. Модель получилась. На всякий случай я ее сохраню. Модель сохранить. Да. Напишу ELISA3. И вам этот файл отправлю. Так. Отправляй файл. ELISA3. Попробуйте этот файл, пожалуйста, сейчас скачать. Пошло? Вы скачиваете? Да. Хорошо. Хорошо. Так. Сейчас. Мы. Индим. Я. 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 Скульптура. Скульптура. ELISA3. Все. Теперь я. Для работы с фотографиями перехожу. Текстура. Активирую вкладку. Имидж. Референтное изображение. Итак. Лицо. Тут важно. Я проверю различные настройки. То есть, вот здесь вот. Обновлю. Виды. Так. Вид справа. Но лево у меня не обновлено. Сзади. Так. Вид сзади. Так. Обновлю. Сторо. Итак. У меня есть фронтальный вид. Есть вид задний. Есть вид справа. Ну и я продолжу как раз работать над моделью. Значит. Напоминая, какие мы кнопки в позже раз проходили. Да. То есть, вот мы проходили с вами. Вот я сейчас буду работать с вкладочкой Model. Да. Для работы мне потребуется увидеть. Первое. Увеличить количество полигонов. Обратите внимание, полигонов совсем немного. Да. И для этого придется увеличить все, что для этого необходимо и требуется. Так. Что для этого делать? Make Polymesh. Make Polymesh. Редактивная поверхность. Потом нажимаем клавишу Dynamesh. Да. И все, что нам необходимо для увеличения разрешения. Вот. Например, 900. 900. Получается количество полигонов увеличилось. Но. Ммм. Н 그런 проекonda. Нормально. И все, что нам нужно делать. Нормально. так event сейчас еще минутку я посмотрю как лайтбокс у меня странно что происходит когда ну так у вас тоже модель пропала когда вы нажали алло да да сейчас мы 4 он просто уходит в некий режим есть какая-то кнопка который позволяет это вернуть но я эту кнопку не знаю не знаю где она находится я уверен что этот режим есть но просто мне надо эту кнопочку найти сейчас я попробую открыть вкус не он прям отвечает как будто эти слои они скрыты но как их показать и даже не представляю так сейчас так но я попытаюсь наверное вот это тело надо было отредактировать то вот эта операция поэтому я сейчас сохранил него она меня сохранена так тогда я эту голову сейчас опять заново импортирую я открою через лайтбокс эту голову который у нас была так или за 2 получается да а нет 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 получается я должен сохранить наоборот нажимаю save s так экспорт goz 2 сейчас я изготовлю нормальный рабочий файл вот эта особенность от браша просто к сожалению инструмент такой вот немножко не например мне конечно сложно до сих пор освоить эту программу до конца так чтобы она прям идеально давалось легко дружественный интерфейс он не очень дружественный по моему вот но какие то вещи в нем сделать можно и нужно так сейчас я забыл добавить модель вместо какой я буду вставлять скетчапе кстати они реализовали просто что не место какое-то импортирует автоматом новый слой здесь они сделали вместо ну вот как разобочки придумали все и если не ошибаюсь модель уже с нужным количеством полигонов вот поэтому если сейчас я перейду в режим дроу да она будет рисоваться автоматически будет это делать гораздо лучше все значит буквально минутку я сейчас подредактирую шею и мы с вами тогда будем работать так вот так это я и это так но потом это все сольется в единую поверхность цвет цветовую гамму менять не буду давить немножечко все значит теперь так теперь мы попробуем аккуратно здесь так 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 и вот здесь по полигонам я думаю оно выровняется это сейчас не так страшно значит текстура трансформ текстура и и и с артируем эмидж плейн референс фонтальный вид так я отсекулирую . стороны все значит с каким частью телом я работаю модалл и здесь пробел что мне необходимо сделать выделить шею да ну давайте вот не вот эта часть одежды мы на этом больше раз останавливаясь с вами так сейчас лев так поверим у меня симметрия включена да к сожалению мясе метрия выключена симметрия выключена значит к минутку значит зум включен по сети проверим все на этом этапе я попробую уже дальше продвинуться значит мне вкладка нужно так для того чтобы извлечь объем я эту вкладку буду искать в разделе экстракт можно это например и спереди экстракт 001 вот так и нажать асс так все ctrl-a ctrl-i так ну поскольку у нас воротничок нужно будет подрегулировать на этом этапе я поставить и передам вам модельку хорошо возможно мы ее с вами еще доработаем и вы продолжите именно на этом этапе работать принято да спасибо 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 Так, это я сейчас удалил. Ух ты, 400 мегабайт. Интересно, с какого она так столько весит? Ну, наверное, от того, что тело, модель тела, она весит много. Поэтому давайте создам папочку. Елизавета Федоровна. Четыре. Эх, места не хватает. В общем, я ВКонтакте вам отправил. Попробуйте, пожалуйста, скачать. Понимаю, 400 мегабайт это многовато. Но мало ли получится у вас это сделать. Так, я тем временем продолжаю работать в программе. Значит, запускаю у себя. Так, текстуры перенесли. Имидж, референс, фронтальный. Так, я попробую сейчас поработать кистью, которая вдавливает вне поверхность. Смотрите, это вкладочка Brush. Вот эта стандартная кисть, она вдавливает. Видите, клавиша Sub, да? Z Sub. Она вдавливает поверхность. Поэтому я, когда вожу по своему, как говорится, по вот этой части одежды, я могу себе, как говорится, пометить и просто там, где считаю, что нужно вдавить. Ну, просто чтобы это делать не, например, Move'ом, не инструмент Move'а, а вот, чтобы это все сделать другим инструментом. Что ж такое-то? Так, внутри ее здесь надо использовать клавишу Move, логическое. И можно опустить, да? Конечно, в идеале это сделать вырез. Так. Так, дальше я, например, просто наращу поверхность в этом части и разровняю. Ну, конечно, разравнивает он очень плохо. Я обратил внимание, что кисть очень медленно работает. Так, чтобы прям массово быстро это сделать. Так. Пробел. Так. Бэк. Тонтальная нормально. Бэк. А, ну да. Надо чуть-чуть приподнять. Так. Проверяю бэк. Если я чувствую, что здесь она мне не отцентрирована, я сохраняю вид и дальше продолжаю. Так, теперь по поводу окаймовочки. То есть у нас здесь такая вот как будто у нас строчка. И вот они так вот идут интересным образом. Ну, надо сейчас посмотреть, как это сделать. Попробую вначале нарастить, а потом уже вытянуть. Так, сзади у меня вот так вот сделано. Здесь, значит, она идет на подъем. Вот эта часть одежды, да. А здесь. Так. Амм. Теперь попробую нарастить, наверное, вот эту часть, одну. Клавиша стандарт. Стандарт. И дам ей интенсивность высокую. Так. Участками пока наращу. А потом буду вытягивать. Так. Back. Front. Ну, можно. В принципе, нормально. Так. Здесь центр. Так. Ну, это предмет украшения. Его можно сделать вообще из вкладочки. Ну, давайте потом я сейчас займусь. Здесь у меня типа ленты такой, что ли. интенсити сделаем. Лучше всего рисовать вот эти ленты не клавиши стандартные, да, а инструментом клей. Покажу, как это выглядит. Вот здесь. Вот инструмент клей, он делает это ровной поверхностью. Всем видно? Да. То есть, выстроить, например, скорость. И вот он эту ленточку вам делает равномерно. Равномерно. Сейчас я выйду в режим. Я через пару минут пришлю вам уже похожую, ну, точнее, новую версию. Может, попозже сейчас. Так, я возьму клиентку. Вот. Оп. Перехожу в режим, например, в другой режим. Смотрю, как она у меня ложится. По поводу инструмента. Поскольку я сейчас это вручную, вы видите, я рисую эту ленту, есть ли автоматический инструмент? А здесь подобный инструмент имеется, то есть, для отрисовки. Ну, вот. Сейчас это я сошел не в ту вкладку. Для отрисовки таких вот инструментов. Что у нас? Ну, вот есть линии. Вот. Но. Что-то. Вы видите, как она. Ложится, да? Если я бы хотел ее... Так, 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 так. Ну, как-то я не научился пользоваться вот этим предметом. По-моему, он очень... Ну, для меня он очень необычно работает. Пока в сути его не могу понять. Ну, понимаешь, что такая возможность имеется в самой программе. Да, то есть, в общем, тут просто нужно поизучать инструментарий. Если кто-то разберется, буду рад. Если научите, там будет обязательно. Можно будет, как говорится, что-то поделать. Так, значит, в общем, поэтому пока предлагаю рисовать вручную. Так, это у нас... Такое. Так, а вот мне вот до сюда хочется дотянуть. Так, минус, плюс. Ну да, он в один раз не получается нарисовать, например, ту же самую ленту. Она вот в несколько заходов идет. Например, если надо нарисовать. Так, надо еще... Так. Не, давайте я не буду сейчас останавливаться, потому что, к сожалению, я этот инструмент не знаю. Так, если вы лишнее что-то сделали, можете отмотать. Вот у нас есть сверху возможность перемотки. Вот, поэтому я, как говорится, пока пользуюсь такими традиционными, стандартными кнопками, которые понимаю в ZBrush, насколько это возможно. Да, программа говорит, что, в общем, может не все откатить назад, если вдруг что. Так вот, вот у нас получилась такая вот лента. Так, теперь возвращаясь, вид справа. Если лента вам кажется, что не совсем ровно, то вы можете ее поправить, перейдя в любой из режимов. И, например, с помощью клавиши Move вы можете ее немножечко поправить. Чтобы она была у вас ровная. Так. Так, здесь Store View сохраню. Теперь попробую вот это украшение кругленько сделать. Хотя у нас еще вот внизу, ну вот эти штучки внизу, их можно сделать, так, можно их с помощью Move вытащить. Да? Но они у нас загнуты. Вот здесь я во фронтальном виде буду вытаскивать их. Мне придется их. Вручную вытаскивать. Можете себе взять кисть специальную сделать. В ZBrush есть инструмент, который позволяет вам изготовить один из элементов, то есть вот, и потом его пустить по кругу. Ну, поскольку я не придерживаюсь, ну, как это, во-первых, я его еще не умею изготавливать вместе с вами, изучая эту программу, будет так же интересно, я поизучать параллельно, преподавая. Я это делаю вручную, то есть вручную, хотя уверен, что инструментом это было бы гораздо интереснее, даже попроще значить. Ну, вот что-то, какой-то такой муляж того, что вот у нее здесь есть, это вполне, может быть, сойдет. Видно, как это со стороны смотрится? Да. Да, видно. Так, ну что, давайте я вам вышлю сейчас, хотя хоть доизготавливаю сейчас, минуточку, вот этот момент, и вам отправлю вот этот... Раз я его сейчас, так, здесь, раз, так. Ну, вот даже владея вот этими методами, пусть несовершенными, в ZBrush можно изготовить макет там, ну, человека вот с таким вот, может быть, не сильно проработанным оружием или одеждой. Ну, вот простой скульптинг, то есть без вот инструментов, которых я сейчас, к сожалению, не все показываю, можно также много сделать, несмотря на какие-то сложности. Так, сейчас, что еще бы нам хотелось бы поизучать? Минус 100. Так, это инструмент, который есть в программе, он позволяет делать вот такие вот складочки. Так, неплохой инструмент. То есть, если нам нужно вот эти складочки выровнять не скульптурными элементами, а с самой программой, то вот мы можем программно образмерить и определить, где вот эти складочки нам опустить. Называется первая пинч, вот инструмент. Я им пользуюсь не так, как это часто, Ну, пользуюсь. Так, и сейчас. Понятно, он тянется только с одной стороны у нас. Значит, здесь мы его дотянули, а здесь мы его дотянем до конца. Ну, и все. Так. Главное intensity снести. Так, ну, чтобы выравнивать ровно поверхность, здесь вот я сейчас хочу выровнять немножечко так, ровненько. Я возьму инструмент clay. Это ровный набросок, то есть, ну, как глина работает. То есть, он делает такие ровные мазки. Им очень приятно работать, делать так, ну. Интересно. А вот сейчас. Ну, ладно, пока не буду дальше делать. Пока останавливаюсь. Здесь необходимо изготовить украшение. Вот. И тогда я вам вышлю наш, как это, чудесную модель. Минутку. Что-то произошло. Все-таки ZBrush вылетел. Похоже, вылетела программа. Emoz Resend Terminated. You're available quick save. Так, quick save. Так, что это у нас тут? Что-то. Быстрое сохранение. Ну, почему-то не того, что нужно. Так, давайте, ну, раз, еще раз мне предоставилась возможность это сделать. Я попытаюсь это сделать чуть быстрее. А вы тогда вместе со мной это сделаем. Значит, программа. Значит, Элиза 4. Вот. Передку. Transform. Текстура. Справа. Image Plane. Reference. Фронтальный бит. Значит, здесь. Я сразу решил. Ну, во-первых, можно, конечно, вот этот вырез попробовать другим инструментом сделать. Ну, попробую. Ну, я сразу решил. Вот. Так. А, нет. Что-то там. Угу. 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 Ну, по крайней мере, эти инструменты у меня сделать это корректно не получается. Я возьму простой инструмент Move и просто так. Хотя можно клей взять, суп и вдавить. Ну-ка. Маска. Да. Да. Можно вот таким инструментом, клей, вдавить ее. Ну. Так. И Move подвинуть. Муфтопологически. Да. Муж подвинуть. Ну, давайте. Я не говорю вам,llie. Ну, 1941. Вот. Угу. Угу. Наfour. Угу. Угу. Ну, первый шли. Ну, там, первый шли. Ли. Ну, я. Так, чтобы убрать ненужную поверхность, я опять воспользуюсь инструментом глина, вдавить, и просто пройдусь. Так, вид обновлю. Скорость можно отрегулировать, поставить 20, например, чтобы не так шустро это было. С шифтом разровнять. Так, инструмент move. Главное, сначала симметрию не отключать, потому что я кое-где отключу симметрию, и получилось так, что она у меня не очень. Так, выдавить. Так, интенсивность. Интенсивность. Все, сейчас я выровняю. Жалко, что программа вылетела. Потому что, когда я продвинулся... Так, ленточку. Наверное, попробую не с ленточки начать, а попробую начать с наращивания поверхности вот здесь вот. Так, нарастил. Так, нарастил. Ну, тут можно шаг определить, а дальше потом просто равномерно нарастить. Если это все как-то применяйте цифровой ее лично, то будет. Это вот не дизельное Zahlen. Ну, вот, в ней, что ленточки не гиб mirровア по 13S Ig signals, и он вам почему же все как-то было его. Так, где ваши objetрируются делают тебе��овоеosph irrational. Это те, что делает, что они не смерт決quel обманadequLRridgeодом и все интенно делают. Это сразу значительная проблема. Так, теперь инструмент Clay. Проверим, как это смотрится. Так, ну, если здесь нарастить интенсивность, можно сделать побольше. Значит, размер. Посмотрю, вид ли лифт. А, у меня не та функция стоит. Ну, вот. Так, ну, чтобы... Так, вот у нее предмет одежды получился. А теперь то же самое сверху. Можно взять инструмент... Попробуйте. Хотя, конечно, лучше, наверное, стандарт использовать. Раз. Два. Три. Два. 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 Так, мы не использовали, не смотрели, как сзади смотрится. Я нажимаю Back, вид, и сзади. Так. И обращу внимание, что тут надо, наоборот, поменять высоту. Вот, я сейчас изменю. Так, воротничок. Так, ну, нужно будет посмотреть, как это сбоку выглядит. Раз. Два. Так. Инструмент. Есть стандарт. Смер, наверное, 39. Нет, 39 много, а вот 33. 33. Нет, 33 тоже. 25. Ну, под прической она не сильно видна. Вот она. Back. Бэк. Ну, чуть-чуть. Так, предмет украшения. Теперь Subtools. Нужно фонтальный вид. Предмет украшения, значит, insert. Вставить. У нас там, пускай, вот такой камень, цилиндр я возьму. Я его поверну. Rotate. Shift при повороте нажимаю. Желтую клавишу увеличиваю. Я его выдвину. Сейчас еще разок. Уменьшим. Да. Все, я хочу отдать вам именно на этом этапе, когда уже, значит, так, опускаем его. А, вот. Так. Мы его сожмем немножко. Вот так. Да. Ставим сюда. Конечно, брошка даже еще, наверное, она вот такая. мы ее развернем. Вот. И не забудем, что к ней нужно будет сделать ряд манипуляций. Так. Фронтальный вид. move. Все. Так, уважаемые, я хочу вам отдать этот файл до того момента, как мы будем сейчас что-то с ней делать манипуляции. давайте сохраним. Сохранить. Пускай это будет Элиза. 5. 5. И надеюсь. Так. Так. Угу. Так же она 400 мегабайт весит. Ай, мессенджер. Так, Элиза. 5. Попробую на другой Яндекс диск. Попробую на другой Яндекс диск. У нас есть. все уважаемые студенты, скачивайте модельку. Время осталось, конечно, к сожалению, у нас немного. Ну, в общем, я надеюсь, мы сможем попробовать дальше подушить. Вы здесь на связи? Да, да. Давайте. Обочий стол. Ну, в общем, сегодня у нас была как бы подготовка. Потому что модель так быстро, пока мы ее настроили, пока тело погрузили, пока инструменты все. Ну, а дальше вот с этим цветочком я просто увеличу количество полигонов. субтулс. Конкретно его make polymesh. Ах, она. Странно. Что происходит, когда нажимаешь make polymesh? Интересно. Трансформ. Нет. Текстура. Так. Имидж. Плейн. референтные виды. Референтные виды. Front. Back. Так. Модель. Куда исчезает модель? Да. Наверное, это не только у меня вопрос. Lightbox в автосохранение поищи. Ну-ка. М-м-м. М-м-м. М-м. 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 Ну что, открыла модель? Еще скачивается. Еще скачивается. Хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Так, дай нам мэш. Не годится. Да, полимэш мы не будем нажимать сейчас. Так, геометрия 300, Enter, дай нам мэш. Так, а как увеличить количество полигонов? Почему он не хочет увеличивать? И... Ну, тут, конечно, не остается ничего. Вот он... Так еще transform почему-то вырубает активную симметрию. Интересно, почему он так ее... Так, попробую. Получилось скачать? Готово? Да, получилось. Хорошо. Так, я сейчас хочу попробовать заново вставить фигуру. Инсерт, например, цилиндр. Скейл. Окей. Что это у нас? Так. Мув. Сталин. Так. 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 Все. так что она пошире бэк франк вам 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 так transform ну-ка активной симметрии так transform выключим активной симметрии посмотрим то с нашим моделью transform активной симметрии так ну что попробуем вкладка draw значит геометрия в интернете пишет что на make полимеш надо нажимать только один раз редактируем поверхность это если модель из интернета импортирована а как редактировать например у нас эту поверхность который мы сами создали по идее она должна и мы идем во вкладку геометрия да и увеличим ей количество полигонов например 400 и вставлю нажимаю поверхность непонятно почему он не завис нет иногда бывает программа входит в ступор и почему-то начинает выходит из режима рисования есть у меня картинка предмет так я иду во вкладку геометрия количество полигона того же 300 меня устроит вот он его разбил на очень маленькое количество полигон ну а если я хочу 700 да наверное 700 очень мало получается и есть изначально неправильно разбить то получается что по полигонам программу изначально не получится проработать так убрал ну что я как поступлю пробел скорость 25 по идее у нас с вами уже все пара закончить закончилась поэтому буквально пару минут так семья тремя сейчас отключена посмотрю как это выглядит актуальная так ну наверное это был камешек он был как-то вот так вот да да здесь я просто подделываю предмет украшения так фронт ну а вот вот эти элементы их уже по идее это часть банта который идет отсюда пусть я должен был бы ее нарастить вот и просто вытягивать 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 этот банк то есть так ну можно попробовать если move логически а нужно не забыть что у меня subtools какой инструмент вот да да стандарт интенсивность большая трансформ да активность симметрия да немножко некорректно она здесь работает только с лицом человека значит а дальше уже надо будет логически ну или банк лучше наверное отдельным слоем что ли наверное отдельный слой взять отдельный слой так отдельный слой какой взять свой отдельный слой нужно его из чего изготовить так если insert какие у нас тут есть фигуры фигуры plane поверхность так полисфера сплэт 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 ну да ведь давайте например вот поверхность plane так ну наверное смотрите чтобы время не терять потому что я могу потратиться потратить ваше время предлагаю вот эту часть с бантом и с прочими отнести в следующий раз вот я сейчас вы видите как я редактирую такой небольшой элемент я попробую его потом загнуть так раз два повернуть итак кто проглядел тебе может или видели ребят я импортировал insert называется plane 3d это ровная поверхность тоненькая плана 3d вот попробуйте ее тоже импортировать и с ней вот такой элемент одежды вполне можно сделать инструментом plane 3d так актуал сайс если она слишком большая то мы просто можем ее откорректировать вы со мной еще минуту смотрите да да так 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 также мы можем ее заставить как бы чуть поменять свои формы вот эту поверхность так но я ее слишком он мне изогнул под форму человека здесь вот тело самой программы так 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 в идеале его надо наверное было мне масштабировать пусть я взял слишком такой вот я мог бы нажать скейл чуть-чуть его так вот помасштабировать подвинуть и посмотреть как спереди смотрится ну вот она пускай это будет у меня например так значит из режима я вот выхожу пускай это будет нижняя часть вот этой ткани самая нижняя часть так поскольку симметрично возможно не получится да я могу отключить в какой-то момент симметрию ну то что первое симметрично это мы отключаем вот она у нас ровно потом мы можем повернуть подвинуть а потом она у нас дро я ее опускаю фронтально ну вот в общем как то так да то есть дальше мне просто останется изготовив вот один участок я могу его копировать окно вдавить например я могу субуба например сжать и инструментом даже стандарт давить так это у меня огромная скорость мне такая не нужна ну в общем как то так 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 по logical left так здесь shift так если она здесь у нас поднимается изгибом то я могу ее поднять как то этим изгибом вот сдублировать вот этот элемент можно простым duplicate да и его сейчас при дублицировании у нас получается вот мы его сейчас delete да вот включаем активно симметрию дублируем растаскиваем а тогда не получается надо это при выключенной симметрии получается можно дублировать все друзья мои спасибо большое за внимание если вы попробуйте дома что-то сделать обязательно мне расскажите это очень важно как у вас все будет получаться вот и тогда жду на следующей паре до 20 числа у нас пара получается дистанционной верно понимаю вроде бы да все ну хорошо тогда я тоже попробую практиковаться с вот этим предметом одежды вот вы попробуйте тоже изготавливать изготовить этот бант ну а вот как плечи делать я бы на позже занятия показывал мы делали кофточку я небольшой вот inflate использовали вот она кисть еще разок откроем вот inflate она делает вот такие вот шары все до свидания за видео урок я останавливаю и нажимаю на сохранить да спасибо до свидания спасибо всего доброго всего доброго до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...